Всем привет! Каждый день какие-то кактусы начинают свести, какие-то начинают зацветать новые растения. И мне хочется поделиться с вами вот такой вот приятной новостью. И то, что вчера еще было бутоном, сегодня становится прекрасным цветком. Перед вами лабивия. Лабивия всегда цветет. После очень хорошей зимовки. В этом году лабивия меня не очень радует, потому что зимовка была тепленькая. Поэтому один или два растения в этом году всего процветут. Но ничего, зато другие цветут прекрасно. Перед вами эхинопсис. Эхинопсис гибридный. Он пришел ко мне из питомника Веснера. Каждый год он у меня цветет уже на протяжении многих-многих лет. Это шикарный цветок. Он пахнет так. Это не цветочный аромат. Это шикарные, женские, обалденные, вкусно пахнущие цветки. Посмотрите. Я здесь, правда, снимаю всегда на телефон, на полу. Но вот как получается, так получается. Цветочная трубка очень длинная. Внешние лепестки оранжевые. Это самый любимый мой соотношение цветков. Цветы, вернее, оранжевый вместе с розовым. Очень красивым, розовым. Кто еще не влюбился в кактусы? Вот после вот этого видео уже пора. Пора покупать семена, сеять, растить. Находить детки, которые продаются. Да многие сейчас продают люди. Это, по-моему, вообще не проблема. Кактус сам выглядит вот так. Кактус очень крупноватый. Я не сказала, что он маленький. Не буду говорить так. 10 сантиметров длина стороны горшка. Растение крупненькое. Обращайте внимание, что у меня на эхинопсисах достаточно мало деток. Эти детки появились только вот-вот-вот. В прошлом году, наверное, здесь была одна детка. И сейчас всего несколько еще появилось. С чем это связано? Чем больше мы будем с вами снимать этих деток, тем пышнее и лучше будут свести цветки. Еще надо сказать, что эхинопсисы, они дают цветение, чем больше цветков, тем цветочек меньше по размеру. Если он один, естественно, крупный, большой будет цветок. Если несколько цветков, два, три, четыре, они будут меньше, меньше по размеру. Доцветает уже вот эта моя красота, неизвестная из семян. Надеюсь, что еще в этом году он процветет. Хотя первый раз цветение, это всегда очень такое волнительное, во-первых. Во-вторых, достаточно сложно зацветают они потом второй раз в этом году. Но ничего, если в этом году не процветет, то в следующем обязательно уже будет меня радовать ежегодно своими прекрасными цветками. Одними из самых ранних. Так, ну вот так их вместе сфотографирую, сниму, вернее, для вас. Так, по бабочке, которая у меня вывелась вчера, она жива, но крылья почему-то не расправляет. Да, мне сказали, что это бражник, бражник глазчатый, но вот не расправляет крылья, поэтому я показать его. Ну, в принципе, что там показывать, все то же самое происходит. Он просто висит, он не двигается. Ну, может быть, у них так и должно быть. Обычно за это время, вообще первые 2-3 часа крылья бабочки обычно раскрывают. Я говорила, что это мотылек, но меня поправили, что это бабочка полноценная. Ну, во-первых, вообще-то я вот бражника никогда у нас здесь не видела. У нас в Балтайском крае бабочки, много бабочки разные, лимонницы, капустницы, павлиний глаз, репейницы, крапивницы. Великое множество, они все очень красивые, есть крупные, есть мелкие, разные есть. Ну, что нам удается увидеть, просмотреть. Ну, что сделать вот так вот. Меня спрашивали, как называется вот это растение. Это медиалобивия. Медиалобивия. У нее таксон называется VR, латинские буквы VR506. Один из самых красивых медиалобивий. В этом году обильно цветущий. Он у меня привит на перискиопсис. Вот это настоящий его цвет. Без вспышки. Вот так он выглядит. Продолжает цвести гимноколицу. А этот гимноколицу, который был красным, он уже у нас отцвел. Сулькорибуции. Вот, посмотрите. Вот такое цветение. Но надо сказать, что сулькорибуции чаще всего пахнут неприятно. Запах такой, что-то смесь между подвалом каким-то, затхлым чем-то пахнет. Не очень приятный. Но у меня и хинопсисы, они, конечно, меня радуют ароматом. Другие цветки радуют своим цветом. Вообще, вот это сочетание интересное. Я поставила растения, и они зацвели. Слегка оранжевые цветки с таким насыщенным розовым, пурпурным. И просто желтый цветочек рядом с пурпурным цветком. Здесь другой цветок уже, и вот этот. Вот этот, по-моему, как-то седа называется. В общем, мне понравилось описание этого цветка, когда покупала семена. Кактус описывался как гнездо. Гнездо, птичье гнездо. И это действительно очень похоже, когда сверху смотришь, колючки так располагаются, как будто как гнездо. Цветочки желтенькие, красивые. Еще много бутонов, еще много я вам буду показывать. Сейчас почаще будут видео, пока есть цветение. Цветение новых растений я вам буду показывать. Поэтому вы сильно на меня так не серчайте, что так часто выставляю видео. Не всегда всем это нравится. Лучше изредка через день, через два видео посмотреть. Как бы соскучиться, да? Ну, сейчас, пока идет пора цветения, я буду выставлять за качество. Опять же, прошу прощения, уж как у меня получается снимать, я показываю. Ну, по крайней мере, можно, знаете, посмотреть в динамике, как и что развивалось, в каком количестве. Я все вам рассказываю про эти кактусы, как я их содержу. Вот этот белый скоро раскроется, ребуция белая и мамилярия. На этом у меня цветение уже подходит на сегодня к концу. Если что-то новенькое зацветет, я обязательно сниму видео и вам покажу. Всего доброго, до свидания.